Приветствуем на YouTube-канале Украина Сегодня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, это мотивирует нас активнее и старательнее работать для вас. Переходим к нашей теме. Без конечностей, с контузией, гепатитом и даже имеющей подозрения на онкологию. О ком это я? Конечно же, о российских призывниках и мобилизованных. Раненых российских военных отправляет обратно на фронт. В России нехватка живой силы. Кем пытается пополнить ряды Минобороны Российской Федерации? И почему возникают проблемы с солдатами? Об этом далее. Ну а после сюжета обсудим эту тему. Своих не жалеем. Путин отправляет россиян в мясорубку. Вперед выходили на штурм Волчанска. Мы с братом получили ранение. Командир говорит, что завтра надо идти опять штурмовать это здание. Ну в каком состоянии мы пойдем? Это просто отправить на смерть. В соцсетях все больше и больше появляется видео, на котором российские военные жалуются на Министерство обороны страны, которое по приказу диктатора отправляет их на смерть. Но это никого не волнует. В России в порядке нормы раненых военнослужащих возвращать в зону боевых действий. Меня эвакуировали с Украины, чтобы лечиться. Но однако ничего не оказывали. В пятницу хотят отправить на СВО. Пожалуйста, помогите. На фронт возвращают военных с осколками в конечностях, простреленными легкими, контуженных и даже людей без пальцев на одной из рук. Постепенно это становится обычной практикой. Это при том, что у некоторых ребят есть диагноз с психбольницей, документы на руках, что им вообще оружие нельзя в руки давать. Они нас как бы гонят на передок, гонят на мясо. Она тоже с костылем, тоже на передок, нахуй с нами, нахуй. У меня нахуй головы нахуй нету, меня нахуй на передок отправили. Теперь распространенной является ситуация, когда военно-врачебная комиссия умышленно завышает категорию годности военнослужащего. Нас отправляют вот таких вот людей. Кто-то с бинтами, кто-то с ногами. Это автобус, на котором у нас. У нас еще человек, у него нога вообще не двигается. У нас таких 12 человек. У всех категории ограничено годность военнослужащего. Российский диктатор и российская политическая власть не проводят мобилизации в Российской Федерации, опасаясь социальных потрясений. То есть проведение даже частичной мобилизации в Российской Федерации может вызвать определенные протесты. То, что было во время первых так называемых частичных мобилизаций. И российская власть это прекрасно понимает. Поэтому и пытается компенсировать потери в личном составе за счет больных, раненых, контуженных и, соответственно, лиц, имеющих проблемы с законом. А еще российские власти хотят сэкономить на выплатах военнослужащим, которые по закону, получившие военную травму, могут претендовать на несколько выплат. В случае получения инвалидности предусмотрена ежемесячная компенсация. То есть, если недолеченого отправляют на линию боевого соприкосновения, тем более в штурмовые подразделения, то дальнейшая его судьба, ну это понятно, это до первого штурма. И, соответственно, тогда встает вопрос, что платить компенсации за ранения, за увечья не будут. А, соответственно, если он погиб при штурмовой действии, всегда есть возможность списать либо на безвести пропавшего, либо, соответственно, ну скажем так, самовольное оставление части. По оценкам американского источника, с начала полномасштабного вторжения были убиты 200 тысяч российских военных, ранены около 400 тысяч. По подсчетам других источников, только на начало июля 24-го года погибли не менее 66 человек. В позиции вооруженных сил Украины используется еще тактика Второй мировой войны, более известная как мясные штурмы, ну а в современной интерпретации это так называемые бонзай-атаки. Их действие, то есть действие российских оккупантов заключается в создании численного преимущества в личном составе и, соответственно, не за счет тактико-технических характеристик вооружения, а за счет преимущества в личном составе попытаться прорвать позиции сил обороны Украины. Подобная тактика ведет к потерям личного состава, причем весьма катастрофическим. По данным и Украинского разведсообщества, и, соответственно, западных разведок, ежемесячные потери российских оккупантов, это порядка 30 тысяч личного состава. Такая она, путинская война. Больше деталей в нашей студии. Журналист и блогер Роман Цымбалюк присоединяется к нашему эфиру. Рома, привет, рад тебя видеть. Владимир, привет, взаимно. Ром, складывается такое впечатление, что что-то на России пошло не так. Поправь меня, если я ошибаюсь. Я имею в виду так называемые специальные военные операции. Войной, развязанной Российской Федерацией против Украины. В частности, во всем, что касается мобилизованных, ну и срочников, отправленных на войну. Так, ну, давай начнем с того, что на войне гибнут люди с двух сторон, и то, что мы сейчас будем говорить, это не значит, что завтра у России закончатся солдаты. Да, и тут еще один момент, если позволишь. Не с точки зрения сентиментов относительно российских оккупантов, им место в аду. Но интересная ситуация складывается в любом случае. Естественно. Это говорит о том, что самых тупых, самых безвольных, то есть зэков и какие-то другие такие социальные элементы, они уже отловили и на войну отправили. И сейчас они складываются с проблемой, что армия по штату увеличивается, а желающих туда отправляться нет. И даже я слышал мнение одного из экспертов, который говорит, что если будет угроза того, что человек 100% попадает, как они говорят, на СВО, то на войну. Понятно, никто и не подписывает с ними контракты. А у них, если я не ошибаюсь, общая граница 22 тысячи километров или около того. То есть, когда в московских студиях и гостиных начинают вспоминать о эстонском факторе, потому что там целая армия превращена в полную боегазотовую дивизию. Почему так? Раньше они хихикали по поводу армии Эстонии, а сейчас нет. Потому что вот там, где на границе, ну, соответственно, Псков и так далее, и так далее, там нет ни одного солдата. То есть, у Путина нет ни одного солдата, который остался там, где он пункт постоянной дислокации. И, соответственно, говорить о прикрытии каких-то границ вне зоны боевых действий не приходится. Ну, сам факт Курской операции, ну, наверное, самый яркий этому пример. И вот мы общаемся 20-го, 21-го, если я не ошибаюсь, то завтра будет вторая годовщина проведения этой полномасштабной частичной мобилизации, первой. И да, это вызвало массу сложностей внутри Российской Федерации. Сейчас, мне кажется, это все уже потушили. Но, тем не менее, стало понятно, что то, что затеял Путин, оно идет, мягко говоря, не так, как планировалось. Если это и чей-то план, ну, точно не Владимира Путина. Поэтому вот проблема с личным составом будет нарастать. Ну, как говорят умные люди, мы должны их убивать в три раза активнее, чем они нас. И, соответственно, тогда весы начнут понемножечку перевешиваться в нашу сторону. Хотя, опять же, смотри, Курскую область, местами у нас очень и очень получается. Масса есть таких звоночков, которые говорят о сложностях. Вот такая в России очень была популярная, очень такая резонансная история, когда командир полка отправил двух опытных дронщиков, Гудвина и Эрнеста, в мясной штурм. Там их, ну, логично, убили. Почему-то все очень сильно возбудились по этому поводу, что именно этих двух убили. А сколько перед этим на российских граждан было уничтожено, ну, как-то почему-то никого не интересует. Ну, просто эта история, она стала таким триггером того, что, оказывается, у них масса экипажей боевых кораблей, спущенные на землю, отправленные в различные штурмовые подразделения. То есть, если ВМС, ВКС, РВСН выделяют непосредственно рядовой состав для ведения сухопутной войны, это говорит о том, что в этом царстве не все благополучно. Но вопрос все равно не отменяет того, с чего мы начали. Это не значит, что завтра у них закончатся солдаты. Да, к сожалению. Рома, вообще операция украинских войск в Курской области многое показала относительно готовности войск Российской Федерации, желаний и так далее. К этой теме еще вернемся. Но все-таки, если отправляют снова в бой, на передовую, раненых, которые еще не вернулись к полноценному функционированию, или людей, которые изначально не могли попасть в боевые войска или вообще в армию, это говорит в основном как раз, как ты считаешь, о нехватке людей или о желании полной утилизации. Ну то есть действительно, ведь проще будет сослаться на то, что человек ушел в самоволку, дальнейшая его судьба неизвестна, хотя на самом деле командиры прекрасно знают, что он там раненым в ногу был вновь отправлен в штурм, но его уконтрапупили. Ну да, вот эти вот кадры, когда там в посадках на российские солдаты на костылях ковыряют, ну они ковыряют, это конечно просто яркое свидетельство и демонстрации, как на самом-то деле выглядит вторая армия мира. Там тоже есть нюансы, у них же не все такие подразделения на костылях, у них есть и обученные, и всякие спецы, еще раз, мы еще не всех там уничтожили, но факт остается фактом. Я понимаю, что вот к этой части командование подходит, ну так, ну раз они свою жизнь Путину продали, подписали контракт, значит она ему не принадлежит, значит на костылях, не на костылях, давай вперед, вперед в атаку. Ну и опять же, это ж в таких коллективах, там у кого много денег, а по российским меркам, особенно те, кто получил ранение, у них там денег много, там сколько за ранение, 3 миллиона платят. Возможно, это 11 из таких аспектов, когда командир как бы намекает, что ну парень, или на костылях в атаку, или отдай 3 миллиона, как это, мальчик, дай миллион. Ну тут, соответственно, не один, а три, ну инфляция и так далее. То есть, вот трендов, скажем так, давай вот просто на ситуацию в общем посмотрим. Еще раз, завтра они не закончатся, но при этом понимание того, что хочет маньяк и к чему все это идет, никто не может как-то артикулировать. Все прекрасно знают, что никаких каких-то вот этих вот результатов, о которых так мечтает Путин, там, я не знаю, дойти до Ла-Манша или еще чего-то, этого всего не будет, потому что мы их уже остановили. И получается, он ведет вот эту так называемую экстенсивную войну. Ну, даже очень многие вспоминают, как это на Западном фронте бесперемен, но в нашем случае это, наверное, все-таки восточный фронт, но тем не менее. То есть, я к тому, что с одной стороны, это погибшие, в том числе с нашей стороны, ужасы войны, там, разбомбленные дома престарелых в суммах, страх и ужас. Сейчас только вот хочется сказать этим российским придуркам, ну, хорошо, вы сбросили нас в суммах на бомбу на дом престарелых, убили кого-то, ну, люди там на колясках, там, ну, вопрос в чем? То, что это антисловическое действие, это понятно, но оно не ведет их к базовой победе. То есть, вот они бьются об украинскую оборону, все понимают, что если где-то и подвинут, то это даже не оперативные успехи, а они же хотели стратегического изменения. То есть, давайте вот вспомним, Путин начинал войну как? Мы центр геополитического мира, у нас ядерная дубина, у нас вторая армия, у нас цены там на нефть какие-то безоблачные. Оказывается, это все, ну, это просто все псшик. И, соответственно, вот сам факт того, что цель войны с их стороны абсолютно непонятна и неочевидна, ну, и плюс прилетает там, как в торопце, когда мы устроили им искусственное землетрясение. Ну, понятно, что это, скажем так, отталкивает людей подписывать контракты, потому что кто бы что ни говорил, они там не все кретины. Ну, не знаю, если будут нас смотреть в России, то пусть зафиксируют, что мы знаем, что там есть нормальные люди. И критерий нормальности какой? Не подписывай контракт, не будь идиотом, потому что, ну, потом или убьют сразу, или на костылях пойдешь, или потом ограбят. Ну, там этих историй, в каком статусе эти ребята, рядовой состав, более чем достаточно. Ну, да. Возвращаясь к событиям в Курской области, срочники. Некоторые из них попали в плен к украинским военным. После чего и Россия инициировала обменную сделку, да, для того, чтобы этих срочников вернуть. Но сейчас поступает информация, согласно которой Минобороны Российской Федерации тех самых срочников вновь пытаются бросить на передовую. Хотя, я напоминаю, Путин обещал срочникам не место в местах непосредственного введения боевых действий и так далее. Мы уже увидели, что это блеф, что это полное, ну, что это вранье. Я понимаю, российский среднестатистический избиратель или среднестатистический россиянин в целом привык, что Путин ему врет, власть ему врет, все врут, значит, ничего не надо делать, видимо. Вот. Но в данном-то случае мы видели некое, ну, не волну, ну, пускай, единичные случаи негодования, достаточно открытые, которые, наверное, привели к тому, что именно Россия инициировала обменную сделку на сей раз, наверное, впервые за долгое время. Так что же происходит с этими срочниками? И как ты считаешь, почему все-таки их снова пытаются использовать как пушечное мясо? Ну, там же такая хитрая игра слов, что, мол, Курская область это же не зона проведения специальной военной операции, поэтому срочники это те же солдаты, поэтому их обязанность защищать Родину. То есть, а если они ставят вопрос таким образом, то мы хотим сразу, опять же, обратиться к россиянам и сказать, ребята, так это что получается? Вы сами знаете, и ваше командование долбанное знает, что оккупированные территории вам не принадлежат, что там, где вы, как вы говорите, вводите специальную военную операцию, это территория Украины. Кстати, они постоянно об этом проговариваются, то есть, это не секрет. То есть, объяснение именно такое. Соответственно, там же в Курской области не просто так, только срочники остались. Вот как пишет газета Guardian, если я не ошибаюсь, что была масса докладов, соответственно, в Генштаб, Герасимову и другим официальным и не очень лицам, что, смотрите, укрытым что-то замышляют. Так почему никаких шагов не было принято? Потому что, опять же, все резервы они отправили в Украину. И вы представляете, если в Курской области ничего не было и никого одни срочники, то что на границе, опять же, с той же Эстонией? Там вообще, наверное, ни собак, ни людей. Поэтому я думаю, с этой ситуацией надо подходить к следующим. Если будет возможность, срочников, конечно, надо брать в плен, только обменивать уже теперь не один к одному, кто второй раз попадет, а один к десяти. Причем в нашем случае надо возвращать ребят, которые попали в Мариуполе в плен. И я тут не делаю разницы между украинскими солдатами. Тут вопрос в том, что российская пропаганда защитника Мариуполя, ну, какой-то такой пропагандистский шлейф там придала, и они их не хотят обменивать. Ну, вот, опять же, эти срочники очень многое в этом плане изменили. И оказывается, что можно. Я думаю, и кадыровцев мы тоже поменяем на каком-то этапе на защитников Мариуполя, ну, или какое там будет решение. Просто мы там все же помним, что Аптик говорил, о, нет, нет, если они сдались в плен, чеченцы, ну, и кадыровцы, они нам не нужны. Это все для этих, ну, для, ну, извини за прямоту, для русских, что вот, мол, тикток войска держат марку обмен, это все равно состоится. И, кстати, это не компетенция Аптия Роновича. Ну, да. Слушай, если верить публикации The Wall Street Journal, на Путина достаточно долгое время уже оказывают давление для того, чтобы тот объявил всеобщую мобилизацию. Я не знаю, как правильно сказать в данном случае вторую волну всеобщей мобилизации, потому что как будто мобилизация не заканчивалась, она просто наращивает темпы, либо уменьшает, снижает немного темпы. Так вот, как ты считаешь, пойдет ли Путин на всеобщую мобилизацию? Если не будет заключено каких-то соглашений, о чем сейчас так много говорят, хотя я, честно, очень скептично отношусь к этому, мирные планы. О каких соглашениях, извини, ты говоришь? Ну, вообще очень много пишут о том, что вот где-то на каком-то истанте, начнутся переговоры, ну и, честно говоря, не очень понятно, о чем переговариваться, вот правда. Но если боевые действия будут продолжаться с такой интенсивностью, и наши американские друзья и партнеры скажут, ну, так, мы видим ваш план победы, так, томогавки не дадим, а что там, проси больше, получишь меньше. А вот самолетов немножко больше. Ну, самолет и так, кстати, есть. То есть тут же вопрос фиксации именно политического решения. И, соответственно, если у нас появится какое-то комплексное решение... Ром, ты с нами? Да, да, да. Да, все, уже слышно. Если появятся комплексные решения... Да, да, да. Так, значит, если наши партнеры помогут нам с комплексным военным решением, а Путин захочет воевать, а он, скорее всего, захочет, ему понравятся люди, и он вполне может эту мобилизацию объявить, и исключать этого сейчас нельзя, просто там же... Он же не просто так тянет, он же, как это... Идиот, но не дурак. Он понимает, что у них и так там... Это учетная ставка банковская, 19%. То есть отсутствие... Главная проблема, которая там звучит, отсутствие рабочих рук, ну и дальше мигранты и проблемы с ними. То есть, если ты вынимаешь еще людей из экономики, но через год это... А может быть и быстрее, если добавятся какие-то социальные факторы, это все накроется медным тазом. Ну или в случае Владимира Путина таз может быть эмалированный. Ну или может быть, это просто будет его чемоданчик. Можно и так. Я сейчас вовсе не о ядерном чемоданчике, если что. Я тоже понял о каком. Это и так прекрасно. Не, ну слушай, если описывать эту ситуацию, то да, действительно хочется процитировать Путина, вот тогда на огромном этом собрании. Ура, ура, ура. Ну это сплошное ура. На каждом шагу. В кого ни плюнь, попадаешь обязательно в победоносца. Или куда ни плюнь, там сплошное ура, ура. Хорошо, но если от него этого требуют, а он до сих пор не удовлетворяет эти потребности. Например, означает ли это, что Минобороны обижены на Путина сегодня? Или, с другой стороны, если все-таки Путин соглашается на усиление мобилизации или объявляет даже всеобщую мобилизацию, это означает, что на него народ обидится? Может и обидится. Так вот, тут тоже вот интересная штука. То есть, ну вот мобилизер, то есть, мы должны просто для себя зафиксировать. Любое вовлечение состава российской армии, это для нас ничего хорошего в этом нет. Потому что пока они там будут думать, насколько их поравитель идиот, то эти же люди даже просто с автоматами, они же стреляют. То есть, во многом, вопрос же еще в чем, что мобилизовать это раз, а во-вторых, их надо чем-то оснастить. Ну, насколько мне известно, после Тарапецкой операции, где это все так красиво бахнуло, вопрос, а, в боеприпасах, вопрос в танках и боевых машинах. И ответа, где они это все возьмут, на такую большую армию? Мне кажется, мне кажется, нет. То есть, вот, сейчас Путин в ситуации, куда-то не пойди, любой шаг, это плохо. то есть, то есть, цуцванг, да, любое решение, оно только ухудшает положение. Ну, вот у него, как мне кажется, именно так. Ром, еще один вопрос, он относительно связан со всем происходящим, но, наверное, главная причина находится вовсе не в войне, развязанной Российской Федерации против Украины, а в разделе сфер влияния, или деребания денег, бизнесов, как угодно. Как ты считаешь, какова вероятность того, что кадыровцы повернут штыки в направлении Москвы в свете последних событий? Кто не в курсе, речь идет о разделе огромного бизнеса Wildberries. Судя по всему, проблема возникла на уровне кадыров, приближенные к Путину. Чуть ли не до самого Путина доходит. То есть, противостояние между ними. Я так понимаю, что Владимир Путин всячески одаривает разными дарами, кадырова и кадыровцев, потому что рассчитывает на них, как на свою вот эту опричнину, опричников. И ради этого он и Коран готов поцеловать. Но вообще, в последнее время все, и животики детские целуют, и Коран, и другие там. Когда он с Кириллом встречался, тоже что-то целовал, какие-то иконы. Но факт остается фактом, что кадыровцы, они вне закона в Российской Федерации. И вот тут, кажется, у них же там целая мафия. Значит, муж этой женщины, собственника, Кадыров. Бакарчук. Да, Кадыров, Тимати. И, судя по всему, вот эта команда, они хотят этот бизнес поднять под себя. Кто здесь будет главный? Понятно, что Кадыров. Ну, а у Путина возникает ситуация, ну, когда они начинают стрелять прямо в центре Москвы, и у многих такие ассоциации, такие флэшбеки с первой, со второй чеченской войной. Ну, в общем, у него такая вот ситуация. И, судя по всему, что все-таки именно этот бизнес кадыровцам не отдадут, ну, по крайней мере, сегодня. А вот дальше, ну, тренд такой, что у Рамзана у него все хорошо. У Рамзана, у Актия Ароновича, они вот щеки надувают, тиктоки с них снимают, с украинской армии постоянно разминаются, ну, в общем, не встречаются. Ну, и плакаты какие? Суньзы цитирует, что лучший командир это тот, который избежал битвы. Ну, вот они это исповедуют. Какие замечательные командиры все-таки. Рома, спасибо тебе огромное за комментарии, спасибо, что поделился своим видением ситуации и той информацией, которая у тебя есть. Роман Цымбалюк, журналист и блогер, присоединялся к нашей трансляции. Благодарю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова